В Ветском государственном гуманитарном университете наградили будущих учителей, победителей третьего межрегионального конкурса творческих работ, старшеклассников «Хочу стать учителем». Школьники получили дипломы, подарки от организаторов, а выпускники 11 класса – сертификаты. Подробности у Миланы Поварницыной. Буду учителем, твердо решила. Это про нее. Профессию Наталья Новоселова выбрала в седьмом классе. Теперь выпускница буквально в шаге от мечты. У нее в руках сертификат для поступления в ВетГГУ на условиях целевого приема. А все благодаря победе в конкурсе творческих работ «Хочу стать учителем». В сочинении Наталья собрала мудрые мысли людей, которые своим примером вдохновляли ее. В первую очередь – сами педагоги. Я писала сочинение «Если я хочу стать учителем, то именно таким». Об этом я узнала недавно. Времени было очень мало. Практически за полторы недели я его написала. В этом мне помогла Христелюбова Полина Владимировна. Она очень поддерживала в этом деле. В конкурсе «Хочу стать учителем» участвовало около 50 человек. В финал вышли 16 школьников, чьим работам эксперты присудили максимальное количество баллов. Среди лауреатов – учащийся школ из 11 районов Кировской области и Пермского края. От презентаций до живого слова – огромное разнообразие жанров и взглядов работ. Но все они говорят о том, что профессия педагога востребована и важна. Для нас важно сделать этот конкурс не олимпиадным, когда школьники демонстрируют знания в истории математики, русском языке, например. Для нас важно было посмотреть мотивацию. Чем руководствуется сегодняшний старшеклассник, выбирая педагогическую специальность в качестве своей будущей профессиональной деятельности. А участие в конкурсе – хороший стимул для будущих учителей. Сегодня 22 финалиста конкурса прошлых лет «Хочу стать учителем». Остались верны профессии и учатся на педагогов. Но победители не только получают сертификаты. В дальнейшем они смогут претендовать на специальные ежемесячные выплаты правительства Кировской области для студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки. Нина Поварницына, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.